В регионе начался период весеннего ледохода. Лёд на реках области подтаял, а некоторые участки уже освободились от зимних оков. Сотрудники департамента по чрезвычайным ситуациям всё чаще выезжают в рейды. Они предупреждают их об опасности и проводят профилактические мероприятия. Со спасателями пообщалась Айдана Папанина. Весенний лёд спасатели называют самым опасным. Он начинает быстро таять и становится непрочным. Отличие от зимнего и осеннего льда в том, что он может вовсе не трещать. На таком льду всё может произойти мгновенно, сказали спасатели. Опасно находиться на обрывах, потому что обрывы имеют свойство тоже проваливаться. Поэтому я хотел бы предупредить население, рыбаков наших, которые, допустим, любители зимней рыбалки, как уже детей, дома, которые находятся непосредственно вблизи реки, находятся. Как правило, эти дети гуляют, допустим, вдоль реки. То есть уже родителям отнестись в полную ответственность, уже не разрешать детей гулять вдоль русла реки, потому что сейчас такой опасный период. Весенний лёд начинает таять с берега, именно поэтому на реке уже находиться небезопасно. Чуть дальше, к середине, конечно же, лёд толще. Но спасатели говорят, что весной течение увеличивается, поэтому лёд тает снизу. И сверху визуально рассмотреть толщину льда невозможно. Поэтому весной на реке находиться опасно. Примерная толщина льда от 30 до 50 сантиметров. Но в местах сужения реки он может быть гораздо тоньше. Ежедневно спасатели выезжают в рейды вдоль реки. При явном нарушении правил могут принять серьёзные меры. Мы проводим агерационную работу совместно с Управлением образования области. Разнесняем детям и их родителям об опасности нахождения в весенний период на льду. В этом году несчастных случаев не зарегистрировано. Тем не менее, работа в этом направлении будет продолжена. Рыбачить в эти дни уже довольно опасно, говорят спасатели. Любители знают, но не всегда следуют правилам. Последний раз несчастный случай, когда рыбак провалился под лёд, произошёл осенью два года назад. Если вы уже, допустим, провалились под воду, не имея за собой при себе жилета, постарайтесь не паниковать, сразу вызвать помощь, кричать. Может быть, какие-то подручные средства будут рядом. Если человек, который будет посторонний, проходящий, окажется рядом, постарается вам помочь, нужно тоже сделать это правильно. То есть подходите к провалу лёжа. Может быть, какие-то при помощи ремня, при помощи куртки постараться кинуть пострадавшему. То есть тоже это нужно сделать грамотно. Лучше всего во время весеннего ледохода, говорят чаясники, не рисковать и оставаться дома. Ни в коем случае не отпускать детей. Кстати, со школьниками спасатели также проводят профилактические беседы и раздают памятки.